Любой трезвомыслящий человек понимает, что Назарбаев не будет отдавать власть никому. Ближайшие 5-10 лет это точно. То есть это зависит от его здоровья. Советник президента страны Ермухаммед Иртезбаев, ссылаясь на своего шефа, дал понять, что президентские выборы все-таки состоятся в 2012 году. Иртезбаев это сделал для того, чтобы немножко вот эту волну информационную, которая пошла, о том, что будут выборы отменяться в 2012 году, будет референдум проводиться, либо вообще что-то фантастическое. Естественно, что это была некая реакция, которая должна была успокоить, как сказано было, горячие головы. Ну и вторая задача – успокоить саму политическую элиту. А я хотел бы добавить то, что советник предполагает, а Господь располагает. Никто не знает, что произойдет в следующем году. В растянувшейся на десятилетие казахстанской поэме «Без героя» ответ на унылый вопрос в кухонных полемиках «А кто, если не Назарбаев, привычно ставит в тупик». Мне всегда коробит, когда говорят, а кто будет, и никого нет после Назарбаева. Я просто вспоминаю наш, можно сказать, покойный Советский Союз, когда была 19-я парт-конференция. Я помню, Михаил Ульянов выходил, он говорил, нам надо сохранить Михаила Горбачева, ему нет замены. Но когда развили Советский Союз, мы посмотрели, что вышло век блестящих политиков. 100%! Мысли о том, что альтернативы Нурсултану Назарбаеву нет, в общественное сознание внедрялось параллельно зачистке политического поля. Так что теперь об альтернативных лидерах почти даже не говорят. Куда чаще и охотнее обсуждают кандидатуру возможного преемника. Возможно, неяркий. Возможно, нехаризматичный. Возможно, с небольшим опытом работать. Но это будет человек, который будет устраивать всех. Что касается преемника Назарбаева, я могу сказать, каким человеком это может быть. То есть по фамильям, список, он не меняется. Утомленное солнцем казахстанское политическое поле выглядит теперь как высушенная степь. Ни ветерка перемен, ни героев. Перед тем, как вспыхнет, хочется по-галилеевски воскликнуть. И все-таки они были. Страх режима вообще перед сменой какой-либо власти или перед сменой системы будет настолько велик, что они пойдут на любые действия. На каком основании задерживаете? Второй раз от 10-го. Какие покажения? Только что мы составили. Мы тоже работаем. Я еду на встречу с избирателями. А я занимаюсь работой. Три раза эту машину проверяли. Три раза за один день. Ирону бубра нет. Уйдет какое-то время. Просто я не хочу, чтобы потом ваши дети открывали книжки по этому периоду, видели ваши фотографии, так, не стелились своих родителей. Вот этого не должно. Убитые Сарсенбаев и Нуркадилов. Власть человеку дается же не вечно. Человек как человек, он всегда остается человеком. Обыкновенным человеком. И не надо забывать. Отсидевшие в тюрьмах сроки жакиянов и облязов. То беззаконие и отсутствие прав наших граждан. И лишняя централизация власти в одних руках огромная. Вот это здесь вот на низовом уровне. Здесь зоне это повсеместно наблюдается. Вот. И поэтому я, скажем так, политические мои убеждения не изменились. Лица тех, кто в разное время по-разному бросил вызов личной власти Нурсултана Назарбаева, помнят архивы. А теперь действительность внутри Казахстана такова, что с единоличной властью президента и лидера нации народ остался один на один. На очереди следующим могут быть все вместе. Мы с вами здесь сидящие. И вы в том числе. Сегодня вчера пришли за облязовым. Сегодня за мной. Завтра за другими придут. Вот так же. Вот я приехала сюда, в Караган-Долу, на вокзал, чтобы сдать билеты. У наших, вот с поселка Шаха. У наших активистов, которые должны были ехать в собрание в Алматы. Собрание в Алматы должно дать старт инициации референдума об отмене статуса лидера нации для Нурсултана Назарбаева. И голосование железнодорожным билетом уже началось. В городах людям угрожают увольнениями, в поселках тем, что отберут скотину. Кто-то с Нуратана говорят. Ну, они все говорят, подумайте о своих детей. Как вы их оставите? Рядом с фотографиями детей в фотоальбомах активистки Фатимы Касеновой снимки с оппозиционными политиками. Если до сих пор противостояние президенту в Казахстане сводилось к формуле Назарбаев и кто-то, бывший из его окружения, то теперь наступает новая фаза. Лидер нации – народ. Я хочу, чтобы мои дети жили и мои внуки жили в свободной, демократической стране. И если не я, то кто? Явление пока не массовое, но граждан, втягивающихся в процесс, тем больше, чем больше несправедливость ощущают люди. В таких процессах обычно и рождается ответ на вопрос, а кто, если не действующий лидер? Светлана Чойкина для программы «Власть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова